Куб У30GT2 Сзади у нас есть от производителя обозначательные знаки Ну и вот тут основная информация про данную модель Модель Куб У30GT2 Версия 32 ГБ со встроенной памяти В комплекте у нас поставляется В клёчке в таком поставляется сам планшет Инструкции и гарантийные обязательства производителя USB кабель для подключения компьютера Обязательно влаживаем сюда мы самостоятельно OTG кабеля Для всех планшетов Ну и поставляется вот такая вот оригинальная зарядка Под данный планшет Давайте перейдем непосредственно к нашему планшету Первое что хочу сказать Внешне у U30GT2 мало чем отличается от предыдущей модели То есть то же самое пластик Спереди у нас экран стекло Закаленное стекло Модель U30GT Вот по вот этим вот данным Видно что это U30GT2 Версия 32 ГБ Ну и там уже серийник пошел Видно что вот логотип Это вторая версия Что это U30GT2 Повторюсь Так По корпусу Вот у нас основная вот эта вот панель На которой все наши Весь наш интерфейс То есть кнопка включения и выключения Качелька громкости Микрофон под наушники 3.5 мм Динамик Мини HDMI Слот под SD карточку USB И непосредственно под зарядку Есть у нас 5 мегапиксельная камера Есть даже вспышка у нее Есть камера кстати с автофокусом Ну и спереди у нас тут кнопок никаких нигде нету Единственное что у нас есть камера Передняя на 2 мегапикселя И вот это вот датчик освещенности Экран у нас можно выставить на автоматический уровень яркости По корпусу Данная модель Вот я сейчас ее трогаю на изгиб Прислушайтесь к звуку Звука нет никакого Ну вот немножко что-то там клоцает Я считаю что сборка довольно таки монолитная Планшет очень классный Вот когда я беру его Надавливаю на задней панели То на экране у нас не добавляется никаких Ни разводов Ничего нет Итак Планшет Купу 30GT2 Основные параметры 10,1 дюймов у него дисплей Full HD разрешение 1920х1080 пикселей Четырехъядерный процессор ROGCIP3188 Который работает на частоте Сейчас я вам скажу 1,6 МГц То есть это его максимальная частота Видим мы что Графический ускоритель Графический процессор Это Mali 400 У нас доступно 2 ГБ оперативной памяти И 32 ГБ памяти встроенной 5 МГ пиксельная основная задняя камера 2 МГ пиксельная передняя 4.1.1 Android У нас в Antutu тесте Данная модель показывает 15623 В принципе это хороший стандартный показатель Для этого железа И этого показателя Вполне достаточно для воспроизведения Всех современных игр Которые только можно пожелать По поводу датчиков Давайте посмотрим в программке Сидевайс Тест Какие же датчики есть в нашем планшете Из основных геймерских датчиков Которые будут нужны человеку Который будет играть на данном планшете Это конечно же вот эти все вот Датчики гравитации И тому подобное Само собой у нас есть Полноценный акселерометр У нас есть датчик освещенности здесь Есть Wi-Fi Отлично работающий Есть Bluetooth Wi-Fi Кстати вот Сейчас снимаю обзоры В таком месте Что у меня точка доступа Находится за две стены От меня Вот у меня Две палочки Из четырех Иногда вот три Давайте посмотрим На сколько точек касания У нас экран Экран у нас Десятиточечный То есть Десять точек касания Он воспринимает Возможно Играть В две руки Скажем так Так По поводу экрана Экран у нас Тут IPS матрица Углы шикарные Давайте посмотрим Яркие сочные картинки Как отображаются На нашем планшете Full HD разрешение Напоминаю Углы обзора Давайте попробуем Посмотреть То есть Ну углы обзора Я считаю Что для данной Диагонали Вот такой вот Показатель Углов обзора Это Максимум На что стоит Рассчитывать Вообще А так По По нашему Планшету Вы сами видите Что Качество очень классное Скорость работы Тоже превосходная Ну и четкость Изображения На высоте Давайте посмотрим Есть тут у нас На планшете Стандартные Видео Есть от производителя Всякие Китайские Клипы Женщин Как например Вот этот вот Звук Ну вот это максимальный уровень звука Звук у нас идет Отсюда Вот это Full HD видео В принципе Воспроизводится В легкую То есть Можно Наслаждаться Смотреть Довольно-таки Сильно греется Вот с этой стороны Вот где я Рукой Немножко Похлопываю Скорее всего Тут находится Процессор Ну да Нагревается Идем дальше Давайте посмотрим Как наш планшет Куб U30GT2 Работает С офисными документами У меня есть PDF файл Который я хочу Запустить Показать вам Как он будет Воспроизводиться С какой скоростью Ошибка И Вот он у нас Открывается Мультитач работает Акселерометр Тоже у нас Работает То есть Ну мы можем Пролистывать Изображение И просто сидеть Наслаждаться Читать Этот журнал Рассматривать Необходимые Предложения Все Довольно таки Четко видно В этом Вы можете Удостовериться Самостоятельно На такой диагонали Очень удобно Работать с Браузером Я использую Всегда Браузер Оперу Мне очень нравится Как работает Данный браузер В принципе Удобно Просматривать Различные сайты Удобно Мониторить Читать Новости Да просто Через поисковик Гугл Что-то там Мониторить Что-то смотреть Довольно таки удобно На такой диагонали Так Гугл Ну и набирать Я люблю На таких Ланшетах Набирать Вообще В две руки Потому что Это очень удобно Все прогружается Конечно Зависит все От вашей скорости Интернета У меня интернет Тут плохой Очень маленькая скорость Плюс Довольно таки Далеко Нахожусь От интернета Но как вы видите Что Планшет В принципе Работает быстро Прогружает Все эти картинки Где нужно Можно смасштабировать Увеличить Изображение Посмотреть Четкость Картинки Вот Самостоятельно Ощутите Где Какая Пиксельность Ну вот Я своими глазами Без камеры Сейчас смотрю На экран Сблизи То я Пикселей Не вижу На камере Может быть Будет Больше Видно Ну видно Что Очень качественный Экран Очень Сочные краски И четкость Изображения Великолепная Давайте посмотрим Как все таки Наше железо Вот Тот топовое Железо Тот топовый набор Железо Который Сейчас можно В этих планшетах Найти Как же он все таки Работает Насколько быстро По прошивке В принципе Работает все Довольно таки Быстро Да Иногда бывают Лаги Китайцы Этим славятся Они любят Чтобы Софт был Не оптимизирован Под железо Но тем не менее Все работает Довольно Один Софт был Стоит Безда Безда Пороц Стоит 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 Безда Стоит Стоит Идём дальше, давайте посмотрим Most Wanted. Я всегда обнуляю состояние памяти, потому что так проверять будет правильней и честней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, как я уже говорил, данный планшет Кубу 30GT2 имеет 5-мегапиксельную камеру с автофокусом Давайте посмотрим примерно, как она фотографирует То есть идеально, конечно же, она не сфотографирует Но тем не менее, для планшета Давайте поближе попробуем Вот, смотрите, какое качество фотографии у нас получилось Ну, я считаю, что для планшета Такое качество изображения Для камеры у планшета Я считаю, что качество хорошее Хочется сказать также пару слов о работе аккумулятора Вот я его тестировал, гонял уже сколько мог Загружал, устанавливал Постоянно включен Wi-Fi Постоянно все это у меня работало Ну и вот, смотрите, по тесту На протяжении почти 4 часов У меня он сел Ну вот сейчас у меня 56%, а было где-то 95% То есть я его постоянно, нон-стоп, он у меня работал Вот промежуток как бы он пролежал Аккумулятор на 7200 у меня У данного планшета А поэтому в режиме активном То есть в режиме игры Он будет работать где-то порядка 4-5 часов В режиме, скажем так Попользовались, положили, попользовались, положили Вы сможете ним пользоваться, наверное, до двух суток Стоит подвести итог Планшет, как по мне, вышел отличный По корпусу у меня нет никаких нареканий По экрану Нарекания некоторые есть Вот обращу ваше внимание на то, что То есть, ну, наверное, будет не видно Ну вот в этом углу Есть, скажем так, некий засвет Я не считаю, что это какой-то однозначный брак Или это минус данного планшета Эти планшеты делаются на бюджетных матрицах И такие засветы Такие, скажем так, небольшие недочеты Это вполне стандартная практика Такое мы встречали и на первой версии Куба у 30GT И, как я вижу, и на второй версии То есть, это все есть По прошивке Прошивка вроде бы работает быстро Иногда, иногда, иногда Изредка Бывают какие-то затупы Немножко подлагивает По играм у меня нет никаких нареканий То есть, может быть, я слепой Потому что очень часто пишут, что в наших обзорах Страшно тупят игры Но вот я три игры запустил Скажите мне, что они тупят или не тупят Потому что, ну, как по мне То можно спокойно, с удовольствием играть Наслаждаться Запускает, работает Воспроизводится видео Играет музыка Вроде бы хороший аккумулятор данной модели В принципе, данная модель сейчас является топовой по железу В ней нет поддержки, внутренней поддержки 3G модемов Но она работает с OTG кабелем Можно включить флешку, мышку, клавиатуру Можно подключить внешний 3G модем Поэтому данная модель при наличии рук Прямых Может послужить вам в самых разнообразных целях То есть, даже можно подключить опционально GPS приемник И работать с GPS навигацией Играть в современные игры Ну и пользоваться данным чудо-планшетом Подписывайтесь на наш канал Ставьте нам лайки Комментируйте наше видео А мы будем снимать для вас все новое и новое И интересное видео Спасибо за внимание Спасибо за внимание Продолжение следует...